Деревня, похоже, была выстроена вокруг амбаров. Так селянам удобнее брать зерно и муку на повседневные нужды. Здесь и собирается мирская сходка. Сейчас здесь тихо, только еле скребут лапами по стенам из своих мертвых родичей. Субтитры создавал DimaTorzok Небольшая изба охотника хорошо обжита. Он заботится о своем доме. Вы обходите вокруг избы, но не обнаруживаете ничего, что привлекло бы ваше внимание. Во дворе видны широкие лыжи, приспособления для разделки добычи и другие охотничьи инструменты. Видно, что их держат в порядке. Вот та, Василиса, здорова! Хорошо, что знаткой у нас объявилась. Галину ты спасла, может, и нас всех вызвали ждать. Ты как с Лешем-то сам знаешься? Эх, после того, как он деревню увел, не особо. Так, обряды делаю обычные, до чуда. Давно с Анисией знаком? Давно. С одной деревней, да как. Она свекровка Галине-то. Мы с мужем Галиной охотиться ходили еще. Да только отохотился он уже свое. Не стало его. Да, и заправской был мужик. Порядочный. Что Марфа-то за женщина? О, ладная баба, не обидчивая, ничего. На посиденках какие песни-то заводила. О, вот молодость была. Но я с ней не то, чтобы шибко общался. С ней рядом бабка травница живет. Она-то лучше знает. Смотрит из окна за всеми. Вот точно говорю. Филимон? Ой, хороший мужик. Знаткой тоже. Ну, не такой сильный, как ты. Да знает кое-чего. Да ты лучше сама с ним поговори. Он у стогов сена часто бывает. Там еще лес рядом. Мрачной стеной перед вами возвышается царство Лешего. Крестьяне сожгли часть леса, но он вновь занимает свои прежние владения, возводя деревья с невиданной скоростью. Вы идете по наитию, чувствуя следы примитивных колдовских обрядов, и вскоре действительно набредаете на пень со следами выстрелов и остатками подношений Лешему. Вы замечаете отпечатки сапог в золе и следуете по ним. Здесь шаг охотника размеренный, а тут он ускорился. Внезапно девичьи следы пересекают отпечатки охотника. Дальше уже ничего не разобрать. Мрачной стеной перед вами возвышается царство Лешего. Крестьяне сожгли часть леса, но он вновь занимает свои прежние владения, возводя деревья с невиданной скоростью. Дымка быстро сгущается, и вы начинаете терять чувство направления. Из тумана к вам тянутся лапы бесов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Да, мужик хороший. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Что про Анисью знаешь? Да к чё знаю, чё знаю. А вот Галин-то пропавшая, так она ей невесткой была. А чё ещё? Вздорная баба, тьфу! Да к чё, живёт тут соседка моя. Девка ладная, только не больно работяшая. Молодая ещё, натерпится. Говорят, охотники с лешем знаются. За своим замечали? Ой, ты чё, не поминай лесового-то, накличешь. А охотник, может, и водит с ним хороводы. Да нам не сказывает. Девка ладная, только не сказывает. Немногочисленная деревенская молодёжь располагает. Мы слышали про тебя, Василиса. Надеюсь, поможешь, Немзе. А то пока никто не смог. Видели, куда Марфа по ночам ходит? Марфа ходит? Да нет, не она, наверное. Но ночью точно кто-то есть. Окаянный это. На днях, как Галина пропала, заметили, как к ней в избу пробралась тень какая-то. Парень уносил он свечку ей в передний угол ставил в вечеру. Ну, чтобы лес-то её отпустил. Вдруг слышит шорох. Дверь отворяется. Это леший был, да кто ещё? Он сразу из избы выпорол, только пятки сверкали. Поутру у дома след нашли. Видимо, кто-то душу тяжёлую в лес тянул. То, наверное, второй дух Галины был, когда её леший держал. Тот дух-то сопротивлялся, да котовой след. Ох, жуть-то какая. Мрачной стеной перед вами возвышается царство Лешего. Крестьяне сожгли. Вы без труда идёте по следу, который оставил леший, утаскивая какие-то тяжести у Галины. След обрывается возле ямы, неумело замаскированной травой. Внутри вы обнаруживаете сундук, наполненный разнообразным крестьянским добром, посудой, украшениями, тканями. Кажется, кто-то зацепился своим сарафаном за старый гвоздь внутри сундука. На нём болтается треугольный лоскуток. Мрачной стеной перед вами возвышается царство Лешего. В избе Марфы богатое убранство. Полотенце, большая сало... Здравствуй, Василисушка. Ну, заходи, садись вон в передний угол. Так где ты по ночам-то шастаешь, Марфушка? Нигде, господи помилуй. Говорю же, в избе всё по хозяйству. Может быть, это суседка твой лоскут сарафана в сундуке с добром награбленным оставил. Во все избы под замки-то лезешь. Марфа внезапно падает вам в ноги. Ох, не губи, Василисушка. Так и почуяла, как ты в деревне объявилась, что поймаешь меня. Я добро брала из изб, где никого уж не осталось. Где всех леших утащил. Ну, а чё, оно никому же не нужно. Вот я крест не проклинала никого. Я гальку любила, пуще всех горевала. А с добром грех. Но я на будущее. Всё в пользу пойдёт, как деревню леший откроет. Я всё в монастырь отдам. Да и тебя не забуду. Вот хоть сейчас часть денег-то дам, хочешь? Ты только на миру не сказывай. Мне не нужны твои деньги. Я подумаю ещё, как с тобой быть. Только время на тебя потратила. Спасибо, матушка. Не губи. Меня на каторгу отправят. Смерть мне будет. Марфа начинает рыдать и причитать. Изба травницы пропахла целебными растениями. Вы внимательно осматриваетесь, но не замечаете признаков нечистой силы. Видимо, травница не из колдунов. А-а-а, здравствуй, Василиса. Мне-то что? В тумане деревни, а ли в губернии Пермской? По мне всё одно, так. Не знаете, что это за лоскуток, бабушка? Да не знаю. Это Марфа-сарафан. Узор точь-в-точь. Изба Анисии покосилась от буйно растущего леса, как и многие другие дома в деревне. Вы стучитесь в дверь, и вам открывает ваша знакомая. Опять ты, колдовка? Тьфу! Век бы тебя, глаза мои, не видали, окаянная ты стерлятница. Ну, чё надо-то? Ефим-то? Дурак он. Из-за него деревню утащил, небось. Грамотку свою неверно написал. Лишь шах-то и обрадовался. Тьфу! Колдуны вы богомерзкие. Эта девка лицемерка. Хочет, чтоб все её любили, а сама себе на уме. Ещё от неё натерпимся бед. А, ещё один киловек. Рожь какая-то гнилая. Ну, как тебе? Да он ничего не делает, задарматок жрёт. Я слышал, как эти знатные пастухи-то робят. Волки за него пасут, а сам он шаришки лепит. Марфа говорит, ты Филимону пояс дарила? Дарила. А тот не взял. Так и ходит в своём красном кушаке. Будь он неладен. Меня суседка дарил всю ночь. Дурной, видать, опоястку изладила. Всё с пермятским узорем сделала. А чё тебе толковать? Векши не понять. Всё быть те расхристаной ходить. Тьфу! Суседка неспроста рассердился. Поговорить бы с ним. Говорят, Галина, что пропадала-то. Невесткой тебе приходилось. А не твоё дело это, Векша-тваршивая. Пошла прочь. Анисия отталкивает вас от двери и с грохотом затворяет её перед вашим носом. Галина идёт на поправку. Она сидит за столом и уже что-то ладит для хозяйства. Вы осматриваете двор и замечаете след, про который говорили деревенские. Кто-то тащил тяжёлый груз в сторону леса. Изба Анисии покосилась от буйно растущего леса, как и многие другие дома в деревне. Вы стучитесь в дверь, и вам открывает ваше знакомое. Вы прокрадываетесь под поверь через покосившиеся ворота, шепчете тайные слова и замечаете чёрную мохнатую тень в дальнем углу двора. Фу! Снаткая колдуны! Ненавижу ваш народ! Вонь какая! Постой, хозяин, батюшка! Спросить тебя хотела. Ты передо мной, пельмешита, не мечи! Чувствую, от тебя злом так и веет. Как от пояса того, что хозяйка моя выменить хотела. Ладно, не поменял. Весь в злых символах, у самого нет бровей. Я её наказал, и тебя накажу! Вы замечаете, как в углах сгущаются тени. Суседка здесь не один. Суседка здесь не один. at autoc�stein Суседка здесь не один. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...